Итак, уважаемые друзья, сегодня снова четверг, сентябрь месяц, сегодня 9.09, очень великолепная дата. Я думаю, что многие из вас, кто занимается нумерологией, знают, что это означает, и я думаю, что кто не знает, тот поинтересуется. Ну а мы сегодня переходим к самому основному, к встрече со Светланой Лавровой, которая любезно с нами выходит каждый четверг в 22 Москвы. И, конечно же, сегодня накопились вопросы от людей, которые интересуются здоровым образом жизни, долголетием и, конечно же, бессмертием, не побоюсь этого слова. И сегодня Светлана будет в прямом эфире также отвечать на ваши вопросы, которые вы уже задали, и те, которые вы сможете задать в течение этого часа. Поэтому поторопитесь, время у нас достаточно, скажем, измеряемое и конечно. И мы приветствуем Светлану. Я думаю, подбурные аплодисменты, друзья. Внимание. Светочка, здравствуй. Здравствуйте. Рады, рады тебе. Ну что ж, я сегодня могу в любой момент выключиться, у меня немного технические условия страдают, и я сразу прошу прощения. Может быть, кто-то из наших практикующих автономов подхватит, будет помогать тебе. Ну а если нет, то я думаю, что ты справишься. Надеюсь на это. И тебе слово, Светлана. Ага. Так, ну я, наверное, зачитаю несколько вопросов, которые задавали в школу автономии, которые приходили. Две вещи, которые избавят вас от 90% болезней. По моему мнению, которые вещи нас избавят от 90% болезни, это чем меньше еды, тем лучше еды и жидкости. И спорт. То есть это должен быть спорт такой, то есть не профессиональный спорт, а именно любительский, такой на лайте, чтобы не закачивать себя прям совсем-совсем. Это две вещи, которые избавят от 90% болезни. Так, еще вопрос. Самые вредные продукты в мире? Ну я полагаю, что самые вредные продукты в мире, это наверняка мясо и молочные продукты. Это точно так же по моему опыту. Так. И как похудеть без диет и спорта? Ну, наверное, нужно тогда понимать, почему у вас лишний вес, зачем он вам. Нужно вам разобраться именно с теми вопросами, зачем вам лишний вес, что вы скрываете, от чего вы скрываетесь, от кого вы скрываетесь. От чего вы защищаетесь. То есть, конечно же, это у нас, в первую очередь, это у нас все в голове. Поэтому, если хотите избавиться именно без диет и спорта, то нужно будет тогда разбираться с головой, с мозгами. Лучший способ убрать живот 100%. Ну, это же, конечно же, корректировка вашего питания, это какая-либо кардионагрузка хотя бы. И осанка. Живот, отвисший живот, это в первую очередь наша с вами осанка. Римочка, мне дальше вопросы зачитывать или там какие-то появились? Светочка, да, пока зачитывай, такие хорошие блиц-ответы у тебя прекрасно. Автономия – это про свободу? Ребят, я считаю, что автономия – это про счастье, это не про свободу. Я не думаю, что вообще мы можем быть свободными. И что в вашем понимании свобода? То есть, мы настолько все зависимы друг от друга, мы настолько друг к другу как бы приросли. Мы каждый состоим из кого-то. Это свобода, наверное, это такой какой-то маркетинговый ход, либо это какие-то такие поверхностные очень знания, потому что свободы как таковой её нет. И свобода, мы же стремимся на самом деле не к свободе, мы стремимся к счастью, к ощущению счастья. И когда мы идём этим путём, когда мы чувствуем себя счастливыми, другое, что нас окружает, для нас уже всё становится в абсолютном счастье. Но мы можем быть свободными, я даже не знаю, как вы говорите свободными, как мы можем стать свободными. Вот смотрите, если из океана вытащить каплю, капля – это тоже часть океана. Но её убрали, всё, она свободна от этого океана. Что с ней будет через некоторое время? Она просто высохнет, её не будет существовать. Как вы хотите стать свободными? Вас нужно тогда как минимум выбросить с этой планеты, из этого социума, из этого тела. По-другому я свободы не вижу. Автономия – это про счастье, про абсолютное, безусловное счастье. Вот это поворот. Это очень такое удивительное определение, честно говоря, Светлана, по поводу мы все такие про свободу, про свободу. И тут хопс, а это гораздо что-то другое. И в то же время в этом счастье есть и свобода, которую каждый из нас по-своему видит. Свобода от каких-то потреблений, от привязок, от костылей, которые мы себе настроили. И общество нас приучило к этому, потому что там трёх-, четырёх-, пятиразовое питание, не побоюсь повториться. И мы постоянно, чтобы даже какое-то действие сделать, нам обязательно нужны какие-то… Даже от дождя и то мы всё время таскаем вот эти зонты, костыли. А почему бы не порадоваться и под этим дождём не побегать, не погулять, принять такой естественный душ. Да, и потом своевременно просто прийти, одеться, переодеться в сухое, в тёпленькое. Вот, ну вот я вот всё-таки немножко хотела бы действительно раскрыть, что счастье, да, и в то же время мы все только слышали свобода, свобода. Может быть, немножечко поговорим на эту тему, Светочка, как вот? С удовольствием. Свобода, наверное, это то, что предполагается, свобода от еды. Но здесь тоже такая тонкая грань. То есть, смотрите, если мы будем говорить, что свобода от еды, чтобы не есть. Чтобы не есть – это следующий шаблон. То есть, чтобы есть шаблон и чтобы не есть шаблон. А мы говорим про то, что мы должны себя ощущать в абсолютном счастье. Мы что едим, что не едим. Когда мы поймаем это состояние, тогда мы и будем свободны от этих стереотипов. Если мы захотим, мы поедим, нас не порвёт. Но если мы захотим, мы можем и не есть. Год, два, десять, двадцать, сорок лет. Вот это, наверное, про свободу. Свобода – это свобода выбора, то, что ты можешь свободно выбирать. Но если ты не познаешь внутреннего счастья, то ты не сможешь выбрать. У тебя не будет этого выбора. Потому что если человек не ощущает, не чувствует себя счастливым, он не может делать вот эти корректные выборы, наверное, для себя. Не может делать эти корректные выборы, наверное, потому что он не знает, как будет лучше. Если он не ощутил внутри себя счастье, он не знает его, то он не знает, как он будет чувствовать себя и без еды, и на еде, и малоедении, пока он не познает внутри себя вот этот вот драйв, вот этот огонёк, это вот всё прекрасное. Когда мы не любим, мы не можем передать другому любовь. Когда мы не в счастье, мы не знаем, что нам принесёт счастье. Нужно сначала себя ощутить счастливым, прийти к этому счастью. К счастью можно прийти и на еде, не обязательно без еды. То есть неедение, малоедение и без жидкости с минимальным количеством сна – это инструмент, который нас приведёт к каким-то нашим плюшкам. Кто-то этого достигает и на еде. У меня просто не получилось на еде. Но я как бы не старалась, я пришла вот таким способом. И именно таким способом я могу рассказать другому, как прийти, потому что я прошла этот путь. Но я точно знаю, я общалась с людьми, которые дошли до таких состояний, которые мне до них ещё не дойти. И они кушают, но кушают очень в минимальном количестве, конечно. Да, понятно, уже более понятно. И я хочу сказать вновь подключённым друзьям, что Светлана уже почти полгода без еды и воды. Это 14 числа, сентября будет, да? Через пять дней будет как полгода. Я сейчас посчитала на пальцах. Вот, друзья. И поэтому Светлана знает, о чём говорит. А мы всё-таки можем как-то слегка, как желторотики, догадываться, да? Что где-то, да, где-то так и есть. Если я внутри счастлива, то всё остальное даёт мне уже эту свободу. А вот если я не в счастье, то эта свобода будет, она опять будет какая-то ограниченная. Вот так я понимаю. Да, да, потому что нам вообще очень тяжело вылезти из ограничений, потому что наш мозг настолько борется за наше внимание, что он всякими-всякими своими манёврами пытается зацепить. То есть если он отпускает позицию в чём-то в одном, то он нам сразу же подкладывает что-то другое, чтобы вы за что-то другое зацепились. И человек с таким состержнем внутренним, да, он может, он, только он может дойти до каких-то состояний таких более глубоких. Потому как если он себе нацелил прийти к какому-то состоянию, он туда будет идти. А человек, который вот сегодня здесь, завтра там, потом у него какие-то другие принципы какие-то появляются, он услышал какую-то новую концепцию, новую парадигму, его это зацепило, потом то зацепило, он ни к чему толком не придёт, он будет вот как бы кусочничать везде. И у него не дойдёт вот это вот состояние до какой-то пиковой точки, чтобы он мог вообще хоть что-то словить. Вот это я могу сказать абсолютно точно. Можно я быстренько отвечу на вопрос Галине Салдатенко? Хотела записаться на марафон в школе, но не получила ответа. Как это сделать? Напишите мне, пожалуйста, ещё раз в Инстаграм, либо в школу, и мы вас либо самостоятельно добавим, либо отправим на канал Телеграм. Не Инстаграм, а Телеграм, потому что там занимаются Эллада этими вопросами, которые полностью ведёт сбор по марафонам. Спасибо, готова ответить дальше. Я сейчас не могу зайти в Ютуб, Светлана. Я могу ответить, ещё этот вопрос появился тоже от Светланы. Светлана, у едящих все мысли крутятся вокруг еды. А где твои мысли? Вокруг чего важного и ценного крутится твоя жизнь? Ну, не у всех едящих крутятся мысли вокруг еды. Это важный момент. Мы очень любим обобщать необобщаемое. Но это не совсем корректно. Мои мысли крутятся вокруг моего мира, вокруг меня, я и весь мой мир. Всё, что меня окружает, это мой мир. Но я могу сказать, что у меня не всегда есть мысль. Если вы можете поймать себя на мысли о безмыслии, то это великолепное состояние. Попробуйте. Здравствуйте все. Здравствуйте все. Так, пока в Ютубе я больше не вижу вопросов. Сейчас пока наши тоже друзья подключаются. Я вот вижу, кто не может подключиться. У нас всё закручивает. А Светлана пока посмотрит вопросы, которые были в течение недели, пришедшие в личную почту. Светочка, а вот как понять, марафон у тебя с каких-то чисел или каждый человек, вот сегодня я захотела, и я вошла, независимо от того, нет даты объявленной или есть? Нет, вообще марафоны есть, потому что лучше всё равно проводить в группе. Ребята, которые проходили марафоны, они чувствуют групповую поддержку. Индивидуальный марафон, его тоже можно провести. Но это нужно понимать, что если я, конечно, даю целиком своё внимание, но групповой поддержки не будет, она очень важна. И когда идут марафоны, как правило, я и в своём Инстаграме объявляю это, и в Инстаграме школы у нас висят все время эти баннеры, когда будет 10-го числа в пятницу, завтра стартует марафон по депривации сна. Это первый русскоязычный марафон, то есть всегда были только англоязычные марафоны. И они, наверное, сколько-то их уже прошло в течение нескольких месяцев. Они прям постоянно у нас проходят, пользуются популярностью. А русскоязычные не делали ни разу. Вот это будет первый марафон русскоязычный по депривации сна будет 10-го числа. А 13-го числа будет марафон возможности меня. Это про питание, про непитание, вообще про нас, как собрать себя. Я так правильно понимаю, что на марафон, который будет завтра по депривации сна, депривация – это прерывание сна, друзья, уменьшение количества сна, и тот марафон, который 13-го, здесь могут заходить люди на любом питании? На любом, абсолютно. На каждый марафон люди могут заходить на любом питании. Потому что в первую очередь мы всё-таки прокачиваем не наше физическое тело, а наше психическое и психологическое. То есть мы прокачиваем, начинаем всё равно с головы. Мы с головы начинаем научаться опускаться внутрь себя. И когда мы… Мы же, понимаете, у нас очень многие пишут, мне очень сложно выйти на сухие дни. Вот я была столько-то и не могу собраться, постоянно срываются. Вот он пишет, что когда я выхожу с сухих дней, у меня начинаются сильные зажоры, ничего с собой поделать не могу. Это получается не потому, что вы чем-то отличаетесь, или у каких-то других людей сила боли больше, ещё что-то. Нет понимания, откуда это идёт. И как раз на марафонах я и ребятам рассказываю, то есть мы начинаем с внутриутробного состояния, когда мы ещё не появились на этот свет, что с нами начинает происходить там, что начинает происходить в первые минуты нашего рождения, и что нам сопутствует всю нашу оставшуюся жизнь. То есть не оставшуюся, а до того момента, вот как мы пришли на марафон. Что нас сопровождало, как нас это сопровождало. И когда у нас есть понимание, что, зачем следует, почему мы так думаем, почему мы так делаем, вообще откуда это взялось, когда есть это понимание, то вот эти вот уже мелочи, что я не могу зайти на сухие дни, или там у меня начинается жор, или я не могу оторваться от этих продуктов. Такого уже нет. Потому что у человека уже есть понимание, откуда это он с этим работает, он это прорабатывает. Очень интересно. Светочка, значит, теперь я хотела бы задать вопрос такой провокационный, чтобы все слушатели понимали. То есть на каком основании ты говоришь о том, что все начинается с внутриутробной, и я напомню, почему Светлана так амбициозно заявляет, что она в курсе, потому что Светлана психолог-аналитик, я правильно говорю, Светлана? Светлана психолог-аналитик, да. Это два разных образования, да. Поэтому на самом деле это вот глубокая такая часть каждого из нас, о которой мы пока не, скажем, пока себя не начнем зажимать в еде, или, как это сказать, ограничивать, или еще как-то. То есть только тогда начинаем понимать, каждый из нас, кто уже практикующий, начинаем понимать, что такое психическая составляющая, и что она настолько малоуправляемая и малоизученная каждым из нас, что без проводника это невозможно сделать, чтобы не срываться, чтобы не делать вот эти, так скажем, так называемые зажоры. Когда, знаете, мы метали, лично я метала в первый раз все, что у меня было под рукой, в глазах и так далее. Я говорю, и даже гвозди. То есть когда просто вот эта психическая составляющая так напугана. Я не знаю, как это объяснить. Вот если можно, чуть-чуть поподробнее, если есть возможность, Светлана, именно про эту психическую составляющую, потому что кто ни разу не практиковал, конечно же, трудно, но тем не менее вот она настолько уже, как говорится, она теперь настолько начинает быть уже ощутимой, с большими практиками каждого. Но все-таки чуть-чуть вот с твоей точки зрения и с твоих уст хотелось бы. Спасибо. Я могу сказать такое, но это вы все прекрасно знаете. То, что я говорю, чаще всего вы все это знаете. Просто они у вас так глубоко, вот эта информация лежит, что сами бы до нее дотянуться вам сложно по каким-либо причинам. И все, что с нами происходит, это начинается с головы. И почему я говорю, что начинается это вообще внутриутровным состоянием, потому что в первую очередь я немножечко чувствовала, что происходит с моим ребенком, потому что я напомню, что я первый триместр с копейками я провела без еды и без воды. И у меня ребенок, когда родился, у него была открыта эта память. Он родился амбидектором, а амбидекторы, у них оба полушария развиты одинаково, и правая, и левая. Это говорит о том, что у нас память открытая. И он, наверное, лет до трех очень детально помнил все, что происходило в животе. Он помнил, какая температура была вот этих вот вод, когда он упавался в ванную, например, говорит, о, вот в животике было так же. Он помнил, какого цвета были эти околоплодные воды. То есть я могу ему поверить, потому что я знаю, какого цвета они были. Ну, как каждый, наверное, мама это знает. Он рассказывал о том, что, ой, вот эту передачу я слушала. Я, например, знаю, что я ее слушала. То есть те моменты, которые обычный ребенок на обычном питании мамы не может вспомнить, то вот он вспоминал это с легкостью лет до трех. Потом у него уже она начала затираться немножечко вот эта память, потому что он был псиет, я так полагаю. Но, тем не менее, вот как бы для меня это был наглядный пример, что ребенок сформировался абсолютно нормально и даже, может быть, в каких-то моментах немножечко получше, так скажешь, наверное, это грубое слово, чем другие детки. А что касается психологии, почему у нас все идет с головы, у наше тело оно чувствовать вообще не может. У нас тело нечувствительное. У нас идет, если у нас что-то случается с телом, порез какой-нибудь, вот даже если вы себя ущипнете, то пока импульс не уйдет в голову, вы не почувствуете, где вы себя ущипнули, вы не почувствуете, что произошло. То есть тело само по себе, оно нечувствительное, пока не дойдет сигнал в мозг. И есть полтора, официально полтора процента людей, которые абсолютно нечувствительны к боли. Я не помню, если честно, как это называется, этот диагноз, но такие люди существуют, которые абсолютно не чувствуют боли. и это не потому, что у них что-то с телом, а потому, что у них это в голове. И именно поэтому, когда мы с вами начинаем работать над какой-то задачей, в первую очередь, мы начинаем работать с головой, мы начинаем из нашего сознания, как многие любят говорить, из подсознания, пусть это будет так, мы начинаем вытаскивать те вещи, которые забыты, утрамбованы годами, какими-то новыми ощущениями, ненужными ощущениями. Потому что в нашей голове очень много, мы вообще собраны не из себя, чаще всего мы собраны из социума. То есть сначала нам говорили родители, что надо делать, что не надо. Они в нас вкладывали информацию, потом вкладывали в нас информацию в социум, потом еще вот все наше окружение, оно нас постепенно наполняет. И когда мы приходим к другому моменту, когда мы начинаем облегчать свое питание, когда наш организм начинает работать по-иному, то у нас начинает облегчаться и наша мозговая деятельность. И когда наша мозговая деятельность начинает облегчаться, то она начинает вот это вот, если образами говорить, то она как бы начинает выбрасывать вот это вот старые вещи ненужные, чтобы наполниться уже своей информацией, наполниться той информацией, которую вы можете не просто где-то услышать, а прочувствовать ее, пропустить через себя. Это и будет ваша информация. Она будет индивидуальная для вас. Это будет именно та информация, которая будет полезна для кого-то другого, для следующего, которому вы можете передать. Но чтобы передать кому-то следующую информацию, вы должны наполниться новой информацией, не социальной, а своей. И вы как индивид можете передать, как стать другому индивиду. Вот как-то так. Ясно. Чтобы что-то передать, нужно действительно стать индивидом. Но может быть, может быть, не всем это понятно, но я думаю, что начав именно с первых шагов практики, вы начнете приближаться к этому статусу, друзья. Да, я уже, конечно же, говорила, что все информации в открытом доступе я просто не имею права давать, потому что многие люди, слушая эту информацию, они начинают примерять на себя, как какую-то одежку, и говорят, о, мне вот это вот подходит. И даже в некоторых моментах они не замечают, что они начинают даже немножечко разрушать себя, разрушать свое окружение. А когда этот ком затягивает их, тогда бывает часто очень поздно, они уже не могут самостоятельно вытащить себя из каких-то ненужных для них ситуаций, так скажем. Поэтому, чтобы именно глубоко работать с человеком, это нужно работать либо индивидуально, либо на марафонах, где мы все друг друга знаем, и можем проработать именно те моменты, которые относятся к этому человеку. А в общих эфирах мы можем говорить только об общей информации, которая будет абсолютно поверхностная. Да, понятно, понятно, Светлана, тем, что важно вот оставлять эту свою целостность. И эта целостность важна тем, что если мы представим даже в виде еды, как по привычкам, любой салат, оливье, салат, не знаю, как его называют, овощной, который со свеклой, это и с капустой забыло уже, как этот салат, винегрет, да? То есть вытащив один ингредиент, да, вытащив один ингредиент, мы никак не можем понять, насколько этот сам салат обладает определенным вкусом и узнаваем, да? А вот именно когда все вкупе, когда это будет называться либо тем, либо тем салатом и ощущаться по вкусу. А вытащив одну какую-то там горошинку, например, зеленый горошек или там капустинку, вряд ли вы поймете, что это цельный салат. И тут как-то так. Из старого, из прошлого решила я. Спасибо. Вот. Ну, я не знаю, что там у нас на канале, Светлана. Есть ли вопросы? Да. Светлана, скажите, с чего начался ваш путь к трансформации? Жанна, у меня есть эфиры, чтобы не повторяться, посмотрите, пожалуйста, и на моем канале, и на Автополстар они есть, эти эфиры. И я думаю, что там будет полностью раскрыта вся информация, причем на моем канале есть ролики, когда я только вот начинала прям очень-очень так уже конкретно практиковать, там мне очень многие спрашивают, а какая вы были, а как вы сейчас отличаетесь от того, что было несколько лет? Никак не отличаюсь. Как-то все на том же уровне. Чем чужая вода отличается отличается от своей собственной. Чужая вода отличается от своей собственности, потому что она, во-первых, когда мы принимаем воду, которая нет, генерируется нашим организмом, то приняв ее, у нас организм сначала ее полностью переструктурирует под нас, это затрачивает столько энергии, а потом уже начинает ей пользоваться этой водой. То есть мы же понимаем, что у нас практически все состоит из нашей же жидкости. Если мы воду убираем, то через какое-то время наш организм, но мы ее убираем тоже не сразу, очень часто, поэтому бывает, что когда люди после сухих дней начинают кушать либо пить, и у них идет отек прямо на клеточном уровне, это естественный процесс нашего тела, он как бы вот этот отек на клеточном уровне, то есть весь организм начинает настолько вот эту воду брать про запас, то, конечно же, мы начинаем отекать в самых таких местах, которых никогда раньше и не было. Но когда вы начинаете постепенно, постепенно практиковать, когда ваш организм, ваше тело начинает к этому привыкать, и оно будет знать, что вот сейчас, если у людей будет воды, то там через какое-то время оно будет замечательно, и организм начинает постепенно вырабатывать свою собственную воду, то есть изначально наш организм свою воду не вырабатывает, он говорит, как бы, ну а зачем мне ее вырабатывать, если она поскупает, зачем мне утруждаться, но потом он начинает вырабатывать свою воду, почему многие люди, которые не кушают и не пьют, они не ссыхаются, не усыхают, у них там не становится что-то там прям совсем что-то страшное, у них абсолютно нормальная жирная кожа, у них есть слюна, причем ее достаточно много, ну то есть все вот эти вот процессы, они идут, но организм начинает вырабатывать сразу же ту структурированную воду, которая нужна именно для вашего организма, потому что если мы будем брать, что вот по шкале для человека вот нужна вот какая-то вода, там, PH, столько-то, но я смотрела исследование, я сейчас вам не скажу какого врача, это не российский врач, и он доказывал теорию того, что для каждого человека эта вода отличается на 0,5 PH, это достаточно большой диапазон, вот, и это в зависимости там, в зависимости от национальности, от зависимости от того, в каком климате человек живет, в зависимости от того, сколько ему лет, в зависимости там, ну, то есть там много-много-много этих факторов, от чего вот это вот зависит, поэтому, если сказать, что вот мы все пьем вот этот одинаковый воду, мы все разные, нам она не всем одинаково подходит, нам всем одинаково подходит только то, что вырабатывает наш организм для нас самостоятельно. Приветствую друзей, которые зашли в Zoom. И вы сейчас можете задать свои вопросы Светлане, пока Светлана смотрит вопросы в нашем YouTube-чате. В YouTube пока больше нет вопросов. Я хочу сказать, что у нас остается меньше, чем 20 минут до завершения эфира. И поэтому, если эти вопросы у вас есть, то поторопитесь задать, уважаемые, потому что мы соблюдаем вот этот тайминг для того, чтобы ценить время Светланы и свое. Я тоже не слышу никого. Рук пока поднятых нет. Я думаю, что действительно с каждым эфиром Светлана прорабатывает многие вопросы, которые в какой-то мере даже повторяются. Они тянутся один за другим, но тем не менее всем становится все понятнее и понятнее, что если не хотите изобретать велосипед, если не хотите потратить это драгоценное время на его изобретение, то уже он изобретен. И независимо от того, на каком вы питании находитесь, можно включаться в марафоны Светланы, как по депривации сна, который будет завтра, 10 сентября, начинаться, стартовать уже будет. И также 13 числа. Как называется этот про счастье марафон? Марафон возможности меня. Про счастье русскоязычное еще не запускали. Это тоже... У нас почему-то англоязычные марафоны, они быстрее идут. И на той территории как-то они более востребованные, что ли. То есть там очень люди... Людям очень нравится. У них мало этой информации. Такой, которая вот пошаговая, что ли. Вот, поэтому про марафон желания у нас еще... Мы еще не давали никакой анонс, по-моему. Мы еще его даже не делали. Вот если будут заявки, то, конечно же, сделаем. Вот. Марафон желаний. Как сделать так, чтобы исполнялись ваши желания. Прекрасно. Хорошо. Ну, я вижу, что у нас здесь опрактикующие друзья присоединились. Андрей, воин Света, салют. Всем привет, привет. Привет. Ну, у тебя есть возможность присоединиться к нашему разговору, либо задайте из своих практик вопросы Светлане. Как говорится, как художник художнику, друзья. А мы с ней часто советуемся. Да, мы с ней часто позваниваемся. Привет. Привет, Светик. Привет. Поделитесь хотя бы вашими вопросами, потому что в данный момент у нас еще 15 минут эфира, и есть возможность озвучить некоторые ваши тайные, межсобойные вопросы для всех нас. Можно я пока зачитаю вопрос, который на Ютубе пришел? Светочка, как понять, что нужно выходить из сухих? Допустимая потеря веса. Спасибо. Ребят, потеря веса, она будет однозначно в процессе, когда у вас будет постоянный, когда вы будете в постоянных практиках, у вас будет потеря веса. Она будет неизбежна. Она остановится только на том этапе, когда вы уже четко поймете, что для вас вес не имеет значения. Когда вы это примете для себя, когда вы осознаете, что в вашей жизни вес не играет никакой роли, поверьте, он у вас моментально остановится. Этот страх потери веса, он вас выкидывает из сухих дней, он вам не дает зайти вновь на сухие дни, потому что вы начинаете переживать. Вот я такой некрасивый становлюсь, вот мои родственники меня перестают принимать, все начинают беспокоиться. И это одно за другое, одно за другим цепляется, и очень сложно психологически выходить из этих состояний самостоятельно. Но это действительно не очень страшно. Она останавливается. Когда вы ходите из сухих дней, это зависит от того, сколько вы находитесь в практике, насколько вам легко, на каком питании вы находитесь, в каком климате вы живете. Все равно это на первых стадиях очень важный вопрос, который нужно учитывать. А если мы говорим о потере веса, то, наверное, чтобы ее максимально не терять, тогда нужно раскачивать свой организм и минимизировать сон. Потому как во сне, на первых стадиях практики, мы очень сильно теряем вес. Это действительно так. Теряем воду в больших количествах и вес. Если вы минимизируете сон, то вы минимизируете потери веса. А из своего опыта скажу, что просто нужно свой желаемый вес поставить, и все, и он будет держаться. По сути, когда я делал свои семь сухих, у меня вес остановился после семи, он больше не падал и не поднимался больше. Так что, если он совсем сильно будет падать, конечно, нужно уже будет задуматься. Значит, что-то не то. А что-то не то, друзья, в голове все-таки опять не то? Ну да, это только психика же. Замечательно. Светлана, вы за чистки или сами сухие дни чистят организм? Ребят, сухие дни для нашего организма, когда мы начинаем практиковать, это уже стресс для организма. И если вы еще начнете его изнурять чистками, то мне кажется, это будет перебор. Но это мое мнение, потому что очень многие любят чиститься, очень многие говорят, что это нужно чиститься. Кто-то чистится годами, и даже не один год. Это, наверное, их выбор. И, может быть, они себя после этого легко чувствуют. Но это не мой путь. Чистки – это не для меня. Мне хочется как-то более лайтово было заходить на все это, чтобы не так напрягать свой организм. Скажите, вес остановился, а что же делать с кожей? В залы те был лишний вес много. На сухих днях очень подтягивается кожа. Это прямо очень заметно. И, я не знаю, выставляют фотографии или нет. На сухих днях кожа подтягивается. Если, конечно, вам лет 70, и вы похудели килограмм на 20, на 30, на 40, то, возможно, что-то и останется. Но если вам 40, 45, а если меньше, то об этом, мне кажется, вообще нет смысла даже говорить. Тут просто вопрос. Скажите, вес остановился, а что же делать с кожей? В залы те был лишний вес много. Смотря сколько вам лет, Инна. И в залы те, мне кажется, в залы те – это вообще здорово. Потому как я могу сказать, что кардиоупражнение – это хорошо. Но если вы начинаете депривировать сон, то на депривации сна железо, оно прям очень сочетается. Это прям вообще огонь. Могу зайти в зум по Крыму почему-то. Нет, мне 50 и потеряла 30. Но я думаю, что у вас она подтянется, может быть, не будет как в 18 лет. Хотя я думаю, что в нашем организме это все возможно. То есть уже научно доказано, что у людей третья смена зубов идет уже в 30 лет. Может быть, полноценная смена зубов. Не нужно ждать до 70, до 80, как изначально это писали, что только в этом периоде, может быть, какой-то ген просыпается и начинается смена зубов. Сейчас уже научно доказано, что после 30 лет, в 30 лет, в 27, по-моему, у девушки начали сменяться зубы, но не все. Поэтому на автономии, чтобы поменять зубы, мне кажется, об этом даже уже разговор не идет. А кожа тем более. Кожа подтянется, не переживайте. Будьте в практиках, будьте уверены в себе, позвольте своему телу, доверьтесь своему телу. Если вы будете в абсолютном принятии себя, если вы будете в абсолютном принятии своего тела, в безусловном доверии к нему, то оно вам обязательно откликнется. А как же инструкторы рекомендуют пить очень много воды, а я не пью, они прям кором ворот, пей полтора литра. Ну, как бы, если хотите, пейте. Смотрите, вы, я же еще раз повторю, вы можете, не надо никому верить, ни мне, ни кому-то еще. Проверяйте все на себе. Я на себе проверяла. Я очень, я всю жизнь занимаюсь спортом. Я очень любила и люблю до сих пор именно железо. Я люблю и кардио, и железо. И в свое время у меня прям были бутылочки, и по два литра, чтобы я четко знала, что я вот должна два литра воды выпить в день. Я видела тот результат, который у меня был. Когда я перестала пить, я ее изначально не любила. Я ее пила, потому что я услышала, что так надо. Вот и все. Андрей Зыков. А вот это, кем доказана смена зубов? Хочу стоматологам показать. И Андрей ему сказал, что доказано стоматологам. Андрей, эти, по-моему, там очень много роликов, да, про новые зубы. Очень много роликов по ютубе уже про новые зубы. И там прям с доказательствами, там прям как раз говорится, что происходит в нашем организме на генетическом уровне, когда идет эта смена зубов. Поэтому там очень все доступно. Найдите это, действительно есть. И в Зуме, зимой, по-моему, тоже я ввела эфир, и мне женщина не из России, она сказала, я начала недавно практиковать сухие дни. И я стоматолог. И говорит, у меня есть доказательства, так как я стоматолог, у меня есть доказательства, что действительно третья смена зубов, она существует. И, по-моему, если где-то, я не помню какой-то эфир, но он точно есть на Автополстаре, и точно есть вот эта вот женщина, которая вот это раз озвучила. Это то, что касаемо зубов. Ребят, есть еще вопросы? У нас осталось с вами пять минут. А есть еще как раз у каждого из вас возможность задать вопросы, кто находится в голосовом части чате Zoom. Андрей, это что-то хотел сказать. Дополнительный вопрос. Это, Светик, расскажи, как восприятие изменилось? Восприятие в общем изменилось у тебя? Ну, восприятие изменилось. Мне кажется, я уже расскажу, восприятие изменилось. Все в легкости проходит сейчас. Нет такого. То есть изначально, когда поймал вот эту вот волну, изначально такое ощущение было, что как будто бы мир вывернулся наизнанку. И такое прям было. О, вот это вот такое классное. А цветы как пахнут. А листья какие зеленые. А солнце как светит. Я, наверное, первую неделю прям у нас было два раза дождь. Я танцевала под этими дождями. У меня было такое состояние. А потом оно выравнивается. Сейчас нет такого, что есть плохо, есть хорошо. То есть ты всегда, чаще всего, ты всегда пребываешь в таком ровном состоянии. И оно на самом деле кайфовое. Из него уже выходить не хочется. Нет таких перепадов, когда ты там очень злишься. Или, например, очень грустишь. Но если даже ты злишься, либо грустишь, то ты это как-то осознанно делаешь. То есть ты понимаешь, что ты злишься на что-то. Злости нет, злишься нет, не помнишь. А вот, например, если какая-то грусть там или печаль, то ты четко понимаешь, что вот это пройдет. То есть ты понимаешь, что ты печалишься. Это как какое-то осознанное печаль. И за счет того, что ты это понимаешь, она очень быстро уходит. То есть она не длится сутками. Она проходит буквально там через несколько минут. Все, потому что ты понимаешь, что как бы, ну, как бы есть и есть, как данность. А восприятие людей, вот как ты людей воспринимаешь? Я их стала принимать абсолютно полностью. То есть если раньше мне что-то там в них, я очень, одно время мне очень не нравилось, когда люди начинали просто тупить. А сейчас я в абсолютном принятии, как бы, ну, это их выбор. И очень легко. Единственное, что когда человек начинает что-то говорить, ты сразу же чувствуешь, ты не чувствуешь, ты видишь, что он хочет какой-то вопрос задать. Часто люди задают не те вопросы, на которые хотят получить ответ. И ты это прям четко читаешь. Это есть. Есть еще то, что человек, когда тебе начинают что-то говорить, ты абсолютно четко понимаешь, что это он говорит себе. И он хочет увидеть твою реакцию, потому что на данный момент ты срабатываешь, как его зеркало. И поэтому мы часто агрессируем, потому что в нем, в другом есть это агрессия. И когда ты это понимаешь, то ты уже пытаешься, ты не становишься ни в коем случае для кого-то нежданным психологом, а ты начинаешь это как-то спокойно говорить. То есть нет уже вот такого, что там, ой, вот этот такой, вот этот такой. Настолько принятие, вот он может сидеть с тобой, кушать мясо, запивать это спиртными напитками, там что-то еще, там курить, материться или еще что-то. Понятно, что тебе с таким человеком будет не очень комфортно, но в любом случае ты, если тебе нужно от него какую-то информацию получить или еще что-то, то ты не будешь стоять и плеваться там, потому что вот он такой. Просто ты его примешь, что он такой, безоценочно, без ярлыков, без того, что он правильно делает, либо неправильно. Это его выбор, и ты настолько начинаешь уважать выбор другого, что все становится абсолютно ровным. Спасибо. На сухих купание в холодной воде не повредит. Ребят, из моей жизни горячая вода вообще она ушла. То есть в горячей воде такое ощущение, когда, ну, в горячей, в теплой, такое ощущение, что у тебя тело, оно как бы разъезжается, оно такое вот становится как какое-то неоформленное. А когда ты в холодной воде, то есть если какие-то процедуры, там, душ принять, посуду помыть, полы помыть, там, что-то такое, то я все это делаю в холодной воде. Холодная вода, она собирает человека. Она как будто бы вот эти вот все пазлы, которые здесь, она собирает. Очень хорошо холодная вода, когда вы идете на депривацию сна и чувствуете, что вот вас уже подрубать начинает. Холодная вода очень собирает. То есть вы становитесь и, ну, у кого есть душ, то душ там. У кого кто-то может налить ванну. А если есть природные источники, то это великолепно. Но я могу сказать, что я вот эту зиму, которая была, я, в принципе, зимой спокойно езжу купаться. Мне это очень нравится. То есть я сейчас холодную воду воспринимаю как... как так и должно быть. То есть, ну, теплая, она не такая приятная становится. Если нет, вопросов нет. Да, сегодня прям эфир прошел на одном дыхании. Это очень радостно и приятно. И, наверное, да, если нет вопросов уже в Ютубе. Здесь действительно на раз, два, три мы тоже посчитаем. Может быть, кто-то все-таки созрел еще задать вопрос. И есть, говорите. 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 Пожалуйста, кто хочет задать вопрос Светлане, потому что мы завершаем. Тихо. Светлана, меня зовут Елена. Я вот еще хотела задать вопрос по поводу препаратов. Вот какие-то можно применять химического происхождения, если вот, например, ну, паразитарное. Вот эти вот воздействия есть на организм. Антипаразитарное, да. Ой, да-да-да, антипаразитарное. Антипаразитарное, как чистки. Да, как чистки. Какие можно применять вообще вот препараты? Потому что бывает же, которые сидят в клетках, вот что-то. Как их выгонять вообще? Можете посоветовать что-нибудь? И допустимо, или вы применяли вот что-то именно, чтобы... Я не применяла ничего. Поэтому здесь я посоветовать не могу. Я считаю, что наш организм в процессе чисток, он их вычистит. Через какие-то таблетки, через какие-то травы. Мне кажется, вы быстрее свою микрофлору, свой кишечник, свой желудок убьете раньше, чем выйдут из вас эти все глисты, которые там, как говорят, в костях, в межклеточном пространстве, еще где-то. Но чтобы их вымыть, это нужно столько времени. Вы просто себя, мне кажется, угробите, пока они из вас выдают. Идите естественным путем. Да, чистки будут долго. То есть я могу сказать, что абсолютно точно, что люди, которые идут на автономии, которые живут без еды и без воды, скорее всего, чистки будут продолжаться. Если я раньше говорила, что год, то сейчас я, наверное, скажу, что, возможно, это будет ближе к трем годам проходить эти чистки. Мне кажется, что за год они не закончатся. Ты не становишься кристально чистым, если ты находишься без еды, без воды, там дней 40 или месяца или два месяца. Нет, у тебя все равно будет периодически что-то вылезать и чистится организм. Но это будет не меньше года, это точно. В общем-то, сцель ускорения, скорее всего, процесса. Ускорение чисток, только с этой целью. Можно ли? Допустимо ли? Нет, надо жить в своем ритме. Зачем вам ускоряться? Куда вы торопитесь? Наша беда, что мы все время куда-то спешим, куда-то торопимся. Сначала торопимся на работу, потом торопимся с работы на обед, потом с обеда на работу, потом с работы на ужин. Мы все время торопимся. Торопимся либо к еде, либо торопимся избавиться от этой еды. И когда мы начинаем торопиться, когда мы начинаем акцентировать свое внимание не на том, что вообще важно в нашей жизни, то мы упускаем сам момент жизни, сам процесс жизни от нас уходит. Мы начинаем делать акцент на тех вещах, которые мы не сможем никак проконтролировать. Как вы сможете проконтролировать? Вы вышли ли с вас те бактерии, те черви, те глисты, либо не вышли? Вы просто начинаете головой думать, что вот я сейчас вот это попила, и мне стало легче, у меня все это вышло. Но проконтролировать вы не можете. И вы в этот момент, пока вы чиститесь, вы не живете. Вы думаете о том, чего не существует. Того, чего вы не можете увидеть. Того, чего вы не можете почувствовать. Того, чего вы не можете ощутить. Конечно, мне начнут, может быть, писать. Нет, вот я видел, вот из меня вот столько-то выходило. Ну, вышло, возможно, из желудка, ну, из печени там. Ну, откуда еще, может быть. То есть вы все равно этот процесс не проконтролируете. Но вы уходите все время мыслями, отрадоваться этому, наслаждаться этим. Либо вы опять отложите вот эту жизнь на потом. Почищусь, потом начнется. Просто есть вот аппараты, на которых вот проверяют наличие паразитов. И потом они же вот как раз таки мешают наслаждаться жизнью. Поэтому вот с этой целью вот, может быть, ускорит процесс. Вы не слышите, это вот именно, что мысли вот эти вот на тебе мешают. Не аппараты, не ледудень. А именно твои мысли, что ты об этом думаешь. Правильно, Светя, классно сказал. Я не чищусь, я не могу сказать. У меня организм это делает самостоятельно, пока я живу. Это смотрите, как происходит. Когда вы... Возьмем ребенка, у которого более-менее чистые мысли, в отличие от нас, взрослых. Когда он съел конфету, он сидит, ждет, пока у него переварится эта конфета, он сидит, думает, что же там делает эта конфета. Где же она сейчас, на каком пути? Как долго ей еще осталось? Он ее съел, и она самостоятельно, без его уже присутствия, начинает там перевариваться. А он идет и наслаждается жизнью. Он исследует эту жизнь и веселится. А организм за него эти процессы делает самостоятельно. И я вас призываю, делайте, начинайте жить сейчас. У нас такой мудрый, такой умный организм, пусть он эти процессы делает самостоятельно, без вашего участия. Доверьтесь ему. Благодарю. Замечательно. Я думаю, что на этой прекрасной ноте, что мы действительно доверяем своему организму чистки, доверяем, что подсказывает нам тело, как предпринять эту чистку, куда и в какое время. И, как говорится, сколько мы будем на этих чистках, так называемых, считая, что мы уже завершили, либо нет, находиться на этих чистках. Наверное, действительно, самоисследование и вот это доверие самому себе, сейчас самое важное прозвучало от Светланы, доверяйте себе. Доверяйте себе лично, не так, как сделал дядя Петя или тетя Глаша, а доверяйте себе и действуйте. Главное – практиковать, друзья. Задавать вопросы мы можем достаточно долгое время. И я снова вас призываю – практикуйте, практикуйте, еще раз практикуйте. И у вас есть ровная неделя для того, чтобы после практики и в практике задать Светлане в следующий четверг вопросы. Светлана, у нас остается следующий четверг? Да, да, конечно, с удовольствием. Отлично. Ну и наблюдайте, так как завтра стартует марафон, и за ним 13 сентября стартует следующий марафон. Включайтесь, объединяйтесь. Знаете, что есть уже люди, которые практикуют полгода и более. И, наверное, есть такое доверие, если люди уже говорят об этом смело, от Светлана лично. И я думаю, что все получится, и мы придем к тому счастью, о котором сегодня начали разговор. Благодарим, Светлана. Благодарим. Всем спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok